Добрый день. Сегодняшний вебинар у нас посвящен теме управления закупками в 11. Управлении торговли 11.5. По нашей программе вебинара у нас будет сегодня рассмотрена работа с поставщиками. В рамках нее мы рассмотрим номенклатуру поставщиков. Это функционал, который может использоваться, может и не использоваться, но зачастую для удобства все-таки рекомендуется использовать наименование поставщиков для быстрого поиска номенклатуры в базе. Просмотрим по регистрации цен поставщиков и прайс-листы формирования с помощью обработки и загрузку из внешнего источника. Потом у нас будет рассмотрена схема. Схема и способы обеспечения, настройка поддержания запасов. И все это будет рассмотрено в рамках демонстрационной базы 1С. Мы заведем некоторую нормативно-справочную информацию и я покажу, как это выглядит и где это приблизительно применяется. Конечно, схемы вы каждый строите для себя, но мы рассмотрим такой простенький пример, чтобы было более понятно. Далее мы рассмотрим оформление заказов, заказов клиентов. И, соответственно, на основании этих заказов мы будем формировать потребности и закрывать эти потребности путем заказа поставщика. Рассмотрим, чем отличается обособленное обеспечение от обычного обеспечения и как оно отражается в базах 1С. Собственно, оформим сами заказы поставщикам, обеспечим наши потребности, получим товар на склад, оплатим его и закроем наши заказы клиентам путем отгрузки полученного товара. Для начала, конечно же, нужно сказать о том, какая функциональность у нас будет использоваться в базах. Для работы с номенклатурой поставщиков и, в принципе, с поставщиками и партнерами. Сразу, наверное, покажу на демо-базе. Нам понадобится раздел «НСИА администрирование». Здесь нас будет интересовать раздел «Номенклатура», то есть настройка номенклатуры. И, в частности, вот здесь дополнительная информация будет использоваться номенклатура поставщиков. То есть она добавляет дополнительные колонки в документах, дополнительные вкладки при поиске товаров. Ну и сами справочники, то есть сам справочник – номенклатура поставщиков, которые мы будем заполнять. Далее нам для работы понадобится в целом работа по закупкам. Мы будем использовать статусы заказов поставщикам. У нас будут использоваться соглашения, а также договоры поставщикам. Соглашения и договоры используются для того, чтобы у нас максимально можно было упростить введение документов. Чем больше заполнено реквизитов соглашений в договоре, тем больше, соответственно, алгоритмов в программе мы задаем, чтобы у нас все создавалось довольно быстро. Далее нам понадобится работа с партнерами. По поводу партнеров немножко поясню. Введено такое понятие как партнер. Вы, наверное, все его уже знаете. В редакции 11.4 тоже такое было. Есть понятие управленческой сущности, то есть партнера. Есть понятие юридической сущности. Если мы рассмотрим любого, допустим, партнера, вот я создавала тестовые данные, ну, допустим, компания Атолл, и внутри нее у нас будут контрагенты, то есть юридические лица. Это уже вот идет другой справочник, подчинен справочнику партнеры. И здесь уже непосредственно идут указания юридических вот этих данных, да, ННКПП, какое юрлицо. Их там может быть, соответственно, несколько. У группы компаний бывает несколько юрлиц, и все они являются при этом одним партнером, например. То есть в данном случае как бы несколько юридических сущностей у нас объединяется под одной управленческой. Ну, это мы знаем, да. Далее, что нам понадобится. Пройдемся немножко по презентации. Ну, тут у нас уже дальше идет, собственно, работа с самим прайс-листом. Вернемся немножко еще раз к базе. Нам также понадобится настройка разделов склад и доставка. И здесь мы будем использовать вот этот переключатель несколько складов, так как у нас будет один центральный склад и один, ну, периферий, назовем вот так, да, то есть у нас будет еще офис. Здесь же у нас будет использоваться функционал перемещения товаров и заказов на перемещение. Здесь же, ну, соответственно, статус заказов, да, в каждом документе у нас будет использоваться. Также внутреннее потребление, сборка, заказы на сборку и обеспечение потребностей. К обеспечению потребностей мы перейдем в другом пункте, поэтому мы к нему еще вернемся. Запомните просто здесь, что включается функционал именно расширенного обеспечения потребностей, чтобы нам были доступны не только закупка у поставщиков, но также еще и перемещение, заказы на сборку и заказы на внутреннее потребление. Так, идем дальше. Что касается работы с поставщиками, да, покажу у некоторых поставщиков, которых я завела. Для наших данных, вот здесь в разделе NC администрирование, партнеры, я завела нам три поставщика. Это у нас будет фирма 1С, фирма Актив и фирма Атол. В данном демонстрационном примере мы рассмотрим такую ситуацию, да, что вот, предположим, мы компания Coder Torque закупаем у поставщика Атол, соответственно, кассы Атол, у поставщика Актив мы будем закупать токены, правильно, да, говорите, для электронных своих подписей, а у компании 1С мы будем закупать программное обеспечение. Для простоты удобства, здесь не буду указывать электронные поставки, укажу просто, что коробками. Вот, и вот здесь мы их завели. Если мы откроем каждого поставщика, внутри также я еще завела соглашение и договора с поставщиками. В соглашении мы можем перейти по кнопке «Еще», соглашение с поставщиком. Если мы откроем наше соглашение, это вот наш шаблончик, да, который мы используем для заполнения всех реквизитов, ну, по возможности всех, конечно, не обязательно заполнять все, но чем больше мы заполним, тем больше будет в документах наших заказах поставщику, в документах поступления, соответственно, заполнено. Вот, что мы здесь заполняем? Ну, во-первых, операция, да, первое, с чего мы начинаем, это закупка у поставщика, то есть вид операции, организация, на которой будет производиться эта закупка, наименование соглашения, сроки его действия. Более важная вкладка, да, условия закупок. Здесь указывается, переключатель требуется указание договора или нет, если он используется, тогда часть реквизитов приходит именно и берется из договора. Если нет, вот здесь переключатель будет, допустим, что договор не используется, тогда уже здесь пользуется детализация именно по документам и по, ну, в рамках самих документов, да, расчета по заказам или по накладным, вот, и можно разделить там аванс по заказам, долг по накладным, то есть тут уже как бы, ну, кому как удобнее. У нас пока вот здесь будет переключатель договора, покажу сейчас позже договор. Указываем также здесь валюту, которая у нас будет производиться, ну, цена образования, да, используется, вид цены поставщика, можно задавать, можно не задавать, то есть бывает, что видов цен у поставщика много и как бы нету такой какой-то превалирующей, превалирующей вида, да, и можно указать, в принципе, вообще ничего не указывать. Но, обращу ваше внимание, да, что нам потом в демонстрационном примере это понадобится, чем меньше мы заполняем цен, да, и по соглашению, тем меньше как бы программа будет знать, что нам заполнять. И, соответственно, в тот момент, когда она столкнется с тем, что реквизит, который требуется для проведения документа, не заполнен, на вид цены поставщика, это все-таки обязательный реквизит, она не сможет провести документ и будет показывать нам сообщение о том, что у нас не задан вид цены или, допустим, сама цена не задана. То есть, если мы не установку, ну, не делали документ установки цен поставщика, то, соответственно, и неоткуда будет брать эту информацию. Поэтому вот в соглашениях стараемся максимально заполнять реквизиты. Соглашение у нас будет, вот здесь конкретно мы укажем склад, да, у нас будет кодер-склад центральный распределительный, и все программное обеспечение от фирмы 1С мы будем закупать именно на этот склад. В прочих условиях можно указать статью движения денежных средств. Вот, и в данном случае мы записываем, закрываем наше соглашение и идем в договор. У нас здесь есть гиперссылочка договора в этом же партнере. Что мы указываем в договоре? Очень похоже чем-то на соглашение, да, и указать можно, соответственно, период, договор, счет организации, который может проставляться, контактное лицо, ну, соответственно, поставщик, да, организация, с которой будет договор заключен. Также есть вкладка расчета и оформления. Здесь стоит обращать внимание на вот этот вот реквизит порядок расчетов, ну, по приемке товаров на ордерный склад. Если вы используете ордерный склад, будет, соответственно, оформление документов в рации из этих реквизитов. У нас будет детализация расчетов по заказам. В учетной информации мы также указали статью движения денежных средств. Она у нас будет проставляться в платежных документах. Доставку и комментарии выполнять не будем. В рамках этого примера записываем, закрываем наш договор. Сразу оговорюсь, вот в остальных наших партнерах, да, в Активе и в Атоле у нас созданы аналогичные соглашения. А, еще обращу внимание, да, в соглашении не сказала. Здесь есть еще на что обратить внимание. Это графики оплаты, то есть вот условия покупок. И у нас есть вот здесь раздел «Оплата любым способом, этапы не указаны». Это такая странная гиперссылка. Вот это как раз-таки те этапы оплаты, которые можно использовать по соглашению с этим поставщиком. Либо здесь можно указывать график оплаты. Вот здесь можно указать любое произвольное количество. Ну, здесь сейчас не будем ничего указывать, да. Потом мы к этому вернемся. У нас будет отдельный блок, это именно по оплатам. Вот. Наших поставщиков мы создали. Также я создала одного покупателя, который у нас будет делать заказы как клиент. Он у нас как бы и клиент, и поставщик, но он у нас будет приобретать наши товары как клиент. Здесь у нас тоже имеется договора. Тоже заполнены реквизиты аналогичным способом. Вот. И здесь же у нас есть соглашение с клиентом и с поставщиком. У нас будет использоваться вот это соглашение. Мы для него, для продажи создали отдельный вид цен. Ну, в данном случае, как бы я не указывала, да, сформирование с помощью формул. Просто указала ручное назначение в виде цены. И вот этот вид цены мы будем использовать в рамках этого демонстрационного примера. Так. Графика оплаты. Вот здесь используется график оплаты, да, про что я говорила. Кредит. У нас здесь есть срок 21 день от даты отгрузки и оплата независимо от отгрузки. То есть этот график оплаты у нас будет проставляться в документы реализации. Так. Что касательно номенклатуры партнеров, да, наших поставщиков, сказала. Далее можно переходить к номенклатуре. У нас есть справочник номенклатура. Здесь я тоже завела несколько позиций, да, для вебинара. У нас есть папочка вебинар. И здесь у нас есть три вида нашей номенклатуры. Это кассовое оборудование. Вот два наименования завела. Программное обеспечение. Это бухгалтерия, зарплата, управление торговлей. Ну и, собственно, сами рутокены, да. Это то, что мы будем закупать у наших поставщиков и то, что мы будем продавать потом нашим клиентам. Здесь по виду как бы ничего особенного не задавало, да, то есть в рамках именно создания номенклатуры, вида номенклатуры. Но вот тут вот в кассовом оборудовании, обращу ваше внимание, да, я завела галочку обеспечения, обособленное обеспечение. То есть у нас наши кассы будут закупаться конкретно под какой-то заказ, а не в целом как бы на склад, на остаток. Потом, когда будет тема обособленное обеспечение, я еще к этому вернусь. Могу снять пока галочку, чтобы она вас не смущала, допустим, при создании заказов. Ну, либо могу уже снять галочку, когда уже будет непосредственно в заказах. Пока оставлю так. Далее. На что следует обращать внимание? Сам справочник, номенклатура поставщиков, мы можем на него выйти из самого поставщика. То есть открываем карточку. У нас здесь есть номенклатура партнеров. Переходим в этот справочник. Здесь можно завести группу, да, через создать группу, по папочкам раскидать номенклатуру. Можно просто создать путем кнопки создать номенклатуру по наименованию поставщиков. Что здесь указывается, да? Вот нам удобнее, например, в нашей базе наименование 1С бухгалтерии предприятия проф указывать в полной версии. Но, допустим, поставщик привозит свои там прайс-листы, у него там наименование вот в таком вот виде BP-проф. Если брать работу менеджера по закупкам, то он работает с прайсами поставщика, и, соответственно, искать номенклатуру он будет по тому наименованию, который предоставил поставщик. А мы в этом справочнике номенклатуры партнеров задаем соответствие, да, как оно называется у поставщика и как оно называется у нас в базе. По каким папкам у нас в базе, соответственно, лежит поставщика номенклатура. Важным здесь являются реквизиты артикул и наименование, по которым будет осуществляться поиск. По полному наименованию осуществляется поиск именно в документах заказа поставщику и поступления. Если посмотреть наших поставщиков, ну вот, например, вот здесь мы заводили группу токенов, да, вот она у нас называется ROTOKEN. ROTOKEN.LIGHT, то есть вот так она называется у поставщика, а вот так она называется у нас в базе. Если мы откроем поставщика ATOL, здесь мы тоже вот две позиции уже завели, и вот так она называется у нас в базе, да, а по прайсам поставщика называется вот так данные партнера. Когда мы завели нашу номенклатуру поставщиков в базе, сейчас рассмотрели то, что я заводила руками, да, мы еще можем рассмотреть загрузку прайс-листов из внешнего источника. Для самой вот этой загрузки прайс-листов нам понадобится рабочее место цены поставщиков прайс-листы. Это раздел закупки, цены поставщиков прайс-листы. Здесь мы выбираем поставщика, которого мы можем загружать. Допустим, это у нас будет ATOL. И можно сформировать текущий прайс-лист, указав отбор номенклатуры, колонки прайс-листа по видам цен, которые мы хотим видеть, если нужно указать сортировку. Галочка «Корневая группа номенклатуры». Если стоит, выводятся те виды номенклатур, которые были сопоставлены. Если не стоит, выводятся все. Также можно здесь переключить отбор не место по иерархии, по номенклатуре и подобрать либо вручную по одной строчке, либо через кнопочку «Подбор» нужны номенклатуры поставщика. В данном случае именно выводится номенклатура партнера. То есть здесь мы заводили, то, что у нас справочник, я сейчас показывала, уже имеется, мы можем вот это выбрать. Потому что это у нас именно прайс-лист цены поставщиков. Соответственно, есть еще у нас обработка в управлении торговли, которая работает с ценами продажи. Там будет, соответственно, другой справочник использоваться. Мы сейчас хотели рассмотреть загрузку из внешнего файла. Здесь сейчас как бы мы отборы никакие не ставили, поэтому выпала вся номенклатура из демонстрационной базы. Обращу ваше внимание, что у нас выпали все номенклатуры поставщиков. И вот здесь вот эти поля не заполнены. То есть здесь не было сопоставления вот этой номенклатуры поставщиков с какой-либо номенклатурой самого поставщика. То есть в справочнике как бы нет этого сопоставления. Если мы прольстаем вниз. На нашу номенклатуру мы заводили какие-то сопоставления. Вот, например, наши кассы. Вот мы им сопоставляли номенклатуру, поэтому здесь она у нас есть. Если мы поставим галочку корневая, значит, у нас уберутся все, которые не сопоставлены и останутся только наши кассы. Ну и тот вид цены и цена, которую мы можем изменять. Если мы, допустим, зададим сейчас какую-нибудь первоначальную цену, поставим дату задним числом, допустим, что мы вводили, на ТОЛ-30Ф, допустим, 11500. 91 пусть будет, не знаю, 2900. Нажмем применить цены. Здесь у нас будет следующее окошко, где мы можем написать комментарий к текущей установке цен. И что мы делаем с этим документом? Просто записываем подготовительный или записываем и проводим. В данном случае запишем и проведем. И посмотрим, где же у нас сохранился документ, потому что вот эта форма обработки, и здесь самого документа нет. Сам документ находится вот здесь, по гиперссылке. История изменения цен. Вот он у нас сформировался, поставщик готов. И вот здесь у нас идет цена, которую мы задали. Далее. Что нам нужно дальше сделать? Цены поставщика мы зарегистрировали. А, еще момент по поводу регистрации автоматической. Помимо регистрации документом истории изменения цен, у нас есть еще автоматическая регистрация цен поставщиков. из документов поставки. И сами эти документы поставки могут брать вот эту галку регистрации цен поставщиков и соглашения с поставщиком. Если мы откроем любого нашего поставщика, откроем, допустим, наше соглашение. У нас вот здесь на вкладке условия закупок есть вот такая галочка регистрирует цены поставщика автоматически, по умолчанию. У нас экономит какое-то количество времени, да, и фиксирует в базе цены поставщиков тоже. Так, мы зарегистрировали цены сейчас для двух КАС, правильно? Возвращаемся назад в наше рабочее место цены поставщиков. Выбираем нашего поставщика и попробуем загрузить данные из внешнего файла. У нас появляется вот такая обработочка. Сюда нужно обязательно заполнить, да, полиартикул и номенклатура поставщика. Ну и дальше уже выбираются виды цен, то есть те, которые колонки нам нужно проставить, что их может быть несколько. Если нужно, указывается минимальная партия для этого вида цены и упаковка. Вот здесь конкретно в виде цен, да, по киперссылке выбрать виды цен. Я указала, что у нас колонка будет дилерская. Здесь может быть несколько видов цен и галочки, которые нам нужны. Мы здесь проставляем, чтобы добавить в этот прайс-лист. Вот, и также я подготовила небольшой такой прайс-лист. Как вариант, да, вот таких вот цен. Те, которые я задала. И, допустим, у нас цены поменялись, там, не знаю, на тысячу рублей. Это новый прайс-лист пришел к нам. И мы хотим его загрузить. Что нам нужно сделать? Мы копируем, например, наименование артикул. Вставляем. Копируем нашу цену. Партию не будем указывать. Упаковка, пусть будут штуки. Дату, на которую мы устанавливаем, да, цену текущая дата. И поставщик помним, да. Далее переходим на следующий шаг загрузки. Ну, что стоит здесь обращать внимание? Это вот здесь небольшая гиперссылочка настройка регистрации цен. То есть, что будет после этого шага? Здесь есть регистрировать цены все или только измененные цены. То есть, если цена не была изменена, не поменялась в этом прайс-листе, но она не будет попадать, эта строка, в новый документ и установки цен поставщика. И здесь есть также номенклатура с ошибками, да, регистрировать ее, либо не регистрировать. Если будут какие-то ошибки, ее не будут регистрировать. В данном случае, ну, можно поставить не регистрировать, кстати говоря, зачем нам заводить лишние данные. Но можно рассмотреть вариант с регистрацией, потому что у нас здесь появилась третья позиция, да, у нас было две кассы. Вот здесь будет третья позиция, которая у нас в данном случае уже пишет, да, что либо будет создана при регистрации, либо будет пропущена. Ну, пусть будет регистрировать. Применяем. Вот здесь он, ну, обработка нам показывает, да, что она нашла сопоставление номенклатуры поставщика и номенклатуры в нашей базе. И, соответственно, здесь то, что не нашлось в соответствии, оно будет создано при регистрации. То есть в данном случае вот в колонке номенклатура поставщика, да, в справочник будет создан вот этот вот элемент. Так как он не нашел сопоставленной номенклатуры поставщика, подразумевается, что в прайс-листе наименование не менялось, да, то есть оно все время из прайс-листа в прайс-лист будет одно и то же. И вот здесь номенклатура, которая у нас в справочнике, в нашей товаро-отчетной системе будет. Если здесь мы ничего не проставляем, оно будет пропущено при регистрации, то есть номенклатура не будет создана. Чтобы программа понимала, какое сопоставление здесь составлять, мы можем здесь выбрать какую-то созданную ранее позицию, вот, либо создать прямо на лету, да. Допустим, мы сейчас создадим. И мы ее же и выберем. Здесь мы видим, что у нас были ранее уже зарегистрированы цены, которые мы делали первой установкой цен, и текущие цены, которые мы загрузили из нашего прайс-листа. Упаковки. Наименование упаковки из заказа, и наименование упаковки идет из нашего справочника. Нажимаем «Далее». Можно указать комментарий, но мы в данном случае делать этого не будем. Нажимаем «Готово». У нас создан цен, регистрация цен поставщика второй. Мы перейдем в него в «Историю изменения цен». Вот он у нас создался. И вот здесь у нас указались наши новые цены, номенклатура «Новая поставщика» и номенклатура, которая была у нас обоставлена с нашим справочником. Если проверить в справочнике «Поставщик.Атол», номенклатура партнеров, то тут появилась новая позиция. Таким образом, мы сделали загрузку из прайс-листа, из внешнего источника. Далее у нас еще остались несколько номенклатур, которые мы не задавали еще цену, да, поставки. Давайте тоже зададим. Здесь переключим переключатель по номенклатуре. Так, это нам нужно будет поменять поставщика, потому что здесь мы уже все номенклатуры отработали. В данном случае нам понадобится, ну, допустим, поставщик 1С. Подберем нашу номенклатуру поставщика. В колонках прайс-листа укажем партнерскую цену. Вот, и по нашему прайс-листу, допустим, бухгалтерии у нас будет 8 тысяч, зуб будет 5 тысяч, и управление торговлей пусть будет 12 тысяч. Единицы измерения в коробочке. Применяем нашу цену. Можно оставить, в принципе, текущую дату, можно поставить задним числом, да, то есть, ну, чтобы у нас уже в документах она использовалась. Применяем нашу цены и записываем, и проводим. Так, что у нас тут ругнулось? У нас тут наверняка что-то не проставлено. Документ изменения. У нас, наверное, не проставлено сопоставление, да, номенклатуру этого поставщика. То есть, здесь у нас эти зарплаты управления персоналом, да, не проставилась цена. Давайте проверим нашего поставщика и номенклатуру партнеров. Так, здесь у нас бухгалтерия предприятия. Зарплаты управления персоналом. Почему-то у нас вот тут ошибочно стоит зарплата управления персоналом. Так. Пробую пометить пока этот документ на удаление. Так он сформировался некорректно. Он у нас уже заблокирован этой обработкой. Ладно, не будем его тогда пока корректировать. Попробуем просто сформировать документ. Колонки проверяем, отбор проверяем. Так, вот он второй документ, который он нам сформировал. Здесь уже его все устроило, да, у нас все было корректно сопоставлено в плане зарплаты управления торговлей, и поэтому цены, которые мы указали, он применил. Можем провести наш документ. Видимо, выйти из обработки все-таки цены формирования. И провести документ. Так как наша обработка, она как бы этот документ держит, пока мы с ним работаем. Вот, а текущий старенький документ мы пометим на удаление. Мы зарегистрировали цены поставщика. В данном случае это поставщика 1С. И еще раз вернемся в нашу обработку и поработаем с поставщиком актив. Здесь укажем номенклатуру RUTOKEN. Вот, и укажем цену, например, 2500 и 4500. Ну, пусть депут. Так. Пробуем провести наш документ. Здесь в истории изменения цен. У нас, кажется, старая, да? Вкладочка. Открываем новую вкладочку. Вот он, актив. И здесь у нас указаны наши цены. Таким образом, регистрацию цен поставщиков мы провели. Ну, и дальше можем работать уже с самими документами, да? Сами документы. Давайте попробуем сделать заказ поставщику. Покажу, где используется вот эта номенклатура. В разделе закупки, заказы поставщика. Можем создать новый документ. Вот, здесь у нас еще, как видите, можно помимо нового создать по плану и по потребностям. Мы потом по потребностям рассмотрим создание заказов, но через обработку, формирование потребностей. В принципе, вот этот пункт, он точно так же вызывает эту обработку, только из формы списка заказа поставщикам. Выбираем новый заказ. Выбираем поставщика, которому будем заказывать наши товары. Предположим, это будет 1С. К нам здесь, как вы обратили внимание, да, проставился контрагент, юрлицо, которое соответствует поставщику, проставило соглашение, которое я вам показывала. И от этого соглашения проставились вот эти вот реквизиты, да? Так как у нас в соглашении было использование договоров, у нас поле договор обязательных заполнения. И так как он у нас один, естественно, он проставился автоматически. В соглашении у нас было указано, что закупка у 1С у нас будет поставки на центральный склад. И хозоперация – это закупка у поставщика. Организация Кодер Торк. Здесь у нас указывается также на вкладке дополнительно валюта, да, в которой мы будем цены указывать. Цена включает НДС, закупка облагается НДС. И галочка, как вы заметили, проставилась. Регистрировать цены поставщика автоматически. На вкладке «Товары» что у нас поменялось? Помимо стандартной колонки «Номенклатура» у нас вот здесь еще появилась колонка «Номенклатура поставщика». Мы можем вот здесь указывать наименование поставщика для поиска, например, по прайсу. Что такое? Вот, допустим, у нас она в прайсе поставщика указывается вот так, коротком наименовании. Вот мы по нему и ищем, допустим. И после того, как мы его выбираем, оно подставляется вот сюда с полным наименованием в нашей базе, указывая нужное количество. И в зависимости от вида цены, да, он у нас был проставлен опять же в соглашении. И так как мы задали документ регистрации оценки поставщика, она у нас проставилась. Можно вторым способом заполнить это. Заполнить, подобрать товары и через форму подбора товаров. Как вы помните, вот здесь в форме подбора товаров. В 11.4 тут точно такое же было в интерфейсе форма подбора товаров. Здесь есть навигационная панель, фильтры. Вот здесь, собственно, корзина покупателя своего рода. И информация об остатках, если имеются какие-то остатки этого товара. Вот здесь мы выберем, допустим, программное обеспечение. Там ту же самую зарплату и управление персоналом. Переносим вот сюда в нашу корзину, указываем количество. И опять же проставилась цена и проставилась вид цены и сама цена. У нас на остатках этого товара не было еще, поэтому у нас здесь в этой области пусто. Допустим, мы еще закажем управление торговлей и зарплату. И вот у нас проставились в этой колонке номенклатура поставщика, бухгалтерия, зарплата и управление торговлей по наименованию из прайса самого поставщика. И здесь в колонке номенклатура указывается уже наше наименование. Я пока этот заказ просто запишу, не буду его проводить. Нам он попозже, возможно, понадобится. Я бы хотела просто рассмотреть сначала цепочку наших закупок все-таки с документа заказа клиента, а потом уже делать заказ поставщику. Немножко к нашей презентации. Опять же, наши цены поставщиков прайс-листы находятся в меню закупки цены поставщиков, обеспечение потребностей. Нам понадобятся переключатели, обособленное обеспечение заказов и расширенное обеспечение потребностей. Сейчас будем говорить по поводу именно обеспечения потребностей, откуда они берутся и как они закрываются. Здесь вернемся в нашу базу 1С. Здесь, как вы говорили, разделим все администрирование, склады доставка, обеспечение потребностей. Вот они, эти переключатели обеспечения заказов. Обособленное будем использовать и расширенное будем использовать. Что такое потребности? Откуда они берутся? У нас товар приобретают клиенты. У нас есть заказы на перемещение и заказы на сборку и заказы на внутреннее потребление. Вот эти все заказы, они формируют потребности в целом нашей базе на определенный товар. А товар этот, соответственно, берется из различных источников. Какой-то товар мы можем закупить, какой-то товар мы можем собрать из чего-то, что у нас есть в наличии. Какой-то товар мы можем переместить готовый, но с другого склада, если у нас с данного склада, допустим, заказ клиента был сформирован на офис, а товар лежит еще пока на центральном складе, мы делаем перемещение. Ну и, соответственно, заказы на внутреннее потребление. Такие тоже бывают, их тоже надо обеспечивать. И закрываются они, в принципе, аналогичным образом, как и все остальные. В рамках этого вебинара мы рассмотрим сам типовой пример закупка у поставщика и еще перемещение со склада. Что здесь можно, с чего стоит начать? Ну, наверное, стоит начать все-таки с заказа клиента. Ну и в целом с небольшой предысторией покажу. Вот здесь в презентации у нас есть такая небольшая схема обеспечения. То есть в рамках нашего примера, что у нас есть центральный склад, на него мы закупаем программное обеспечение, то есть зарплату управления торговлей, бухгалтерию. Сюда же мы закупаем кассовое оборудование от поставщика АТОЛ. И потом мы эти кассы и программное обеспечение перемещаем в офис, и уже в офисе происходит реализация. То есть реализация программного обеспечения, касс. А флешки, именно сами токены для ЭЦП, мы закупаем непосредственно уже прямо в офис. У нас там есть место для хранения, там, допустим, какой-то сейф. И поэтому мы не везем их со склада, а просто закупаем непосредственно в офис. Тоже их продаем. Вот такая схема работы в закупке и реализации, допустим, в рамках нашего примера будет. Исходя из вот такой схемы обеспечения, мы можем что посмотреть. У нас есть нюанс, что касса закупается обособленно. Здесь я указала, что обособленно. У нас есть обычная схема закупки программного обеспечения на склад. И после того, как мы закупили на склад наш товар, мы должны его переместить потом в офис для того, чтобы потом продать. Исходя из этого, мы видим, что у нас есть разные виды, разные способы обеспечения. Что-то мы закупаем, что-то мы перемещаем, что-то мы можем собирать. В рамках этого примера нету сборки, но мы можем и собирать. То есть у нас раньше не было товара, мы его откуда-то собрали и появился он у нас на остатке. Мы его можем продать. В базе 1С используются вот такие переключатели в справочнике «Способы обеспечения потребностей». Тип обеспечения – это покупка, перемещение, сборка. Причем в реквизитах этого справочника мы можем задать все основные настройки, которые потом будут задавать наше планирование. Покажу на базе 1С. У нас есть в разделе «Склад и доставка» настройки и справочники. И вот здесь есть справочники «Способы обеспечения потребностей» и «Схемы обеспечения потребностей». Вот если мы зайдем в «Способы обеспечения потребностей», я тут создала вот таких три способа, которые у нас будут использоваться. Четыре, извиняюсь, перемещения еще. «Закупка» 1С – это будет тип обеспечения «Закупка». Мы ее прямо в явном виде назвали, что именно 1С, и она будет у нас действовать с одним поставщиком. Если мы вот здесь переключатель поставим с несколькими поставщиками, у нас поле в документе «Заказ поставщику» не будет заполнено, и мы его будем заполнять сами в момент работы с обработкой формирования заказов. Далее вот здесь вот мы должны заполнить параметры планирования и параметры оформления заказов. То есть максимально заполнить все реквизиты, чтобы наша обработка понимала, что проставлять. Если обратим внимание, здесь есть такое поле «Срок покупки», то есть сколько дней нам требуется на приобретение этого товара. Здесь есть у нас «Обеспечиваемый период». «Обеспечиваемый период» имеется в виду то, что куда программа смотрит, на сколько дней вперед, какие заказы обеспечивать. Если заказ, клиент заказал, допустим, отгрузку будет через месяц, то какой смысл его обеспечивать сейчас, когда мы можем обеспечить более горящие заказы, которые поближе у нас находятся в рамках, допустим, одной недели. И гарантированный срок обеспечения, то есть когда мы однозначно сможем уже отгрузить этот товар, тоже можно проставить. Если обратите внимание, вот здесь внизу идет расчет приблизительный. В зависимости от того, какие переключатели мы используем. То есть если, допустим, сегодня 23 декабря мы заказали, этот заказ поставщику оформили, то закупить его мы сможем, получается, через один день. Сегодня пятница, и завтра суббота-воскресенье, а по графику нашей работы предприятия это выходные дни, поэтому закупить именно завтра-послезавтра мы не сможем, а вот в понедельник, 26 числа у нас уже будет этот товар. График работы предприятия тоже нужно обращать внимание. Он находится в институте администрирования предприятия. Вот здесь, в разделе организации, есть график работы. Тут проставляется производственный календарь. Можно выбрать любой, проставить график работы. Мы работаем с 8 до 5, и вот кроме субботы-воскресенья. Здесь у нас выходные. График, по которому мы работаем, я заполнила до конца 2023 года, поэтому программа у нас видит эти даты, видит наш этот график и показывает, когда будет непосредственно проведена закупка, отгрузка и так далее. Может рассчитать эти даты. Если вот здесь даты не стоят, программа не сможет приблизительно рассчитать и не даст вам сроки в реквизите справочника. То есть вот этот блок. Обеспечиваемый период уже варьируется по складам. То есть тут идет уже более гибкая настройка. И здесь уже будет именно разрез складов. На вкладке заказ по графику. Заказ по графику. Это в том случае, если поставки происходят стабильно в какой-то день, раз в неделю, допустим, или раз в месяц. То есть они будут идти по графику. Тогда уже используйте этот переключатель. Если у вас такого нету, и вы заказываете, допустим, особенно обособленно, вот именно чисто под заказ. Вот появился заказ, мы его заказываем. Если у вас нету такого, и вы заказываете именно в какие-то определенные даты, тогда используйте заказ по графику. На вкладке оформления заказов. Мы, опять же, здесь можем проставить соглашение, можем не проставлять. Можем поставить подразделение для проставления в документах уже отгрузки, и в документах заказа поставщиков. Здесь по максимуму заполняем тоже для того, чтобы наши заказы поставщику были уже заполнены без пропущенных реквизитов. Организацию Кодер Торг тоже мы проставили, и ВИЦИНы по соглашению здесь тоже проставили. Аналогичным образом остальные способы обеспечения, закупка у актива, закупка у АТОЛа. То же самое, только там поменялись, соответственно, поставщики. Но сроки исполнения там, в принципе, те же самые. Только у АТОЛа может два дня срок исполнения заказа. И четвертую схему мы сделали перемещение с Кодер склада. То есть мы указали здесь тип обеспечения перемещения. И откуда мы будем перемещать? Если мы работаем с несколькими складами, то переключатель оставляем с несколькими складами, и склад указываем непосредственно уже в самих документах, в заказах на перемещение и в самом перемещении. А если мы работаем именно с этим складом, в данном случае упростим себе задачу, поставим именно конкретно, что мы работаем с центральным нашим Кодер складом. Опять же, срок перемещения аналогичный, как вот в приобретении, в покупке. Обеспечиваем и период, гарантийный срок обеспечения. Здесь все аналогично. И то же самое идет в реквизитах оформления заказов. С разницей в том, что здесь тип цен не указывается, так как это перемещение, а не торговля. Указываем, что у нас здесь подразделение, наша организация будет проставляться, и длительность перемещения, то есть сколько времени нам понадобится на то, чтобы этот товар переместить с центрального склада. Вот такие вот четыре способа обеспечения потребностей мы задали. И теперь нам нужно, получается, задать наши способы обеспечения, ну, либо в использованной номенклатуре, либо в рамках склада, то есть уже как бы сделать привязку какую-то. Какая привязка у нас идет? Схема закупки нам нужна будет. Схему закупки мы сейчас тоже покажу. Уже, в принципе, обоговорили, откуда у нас идет товар, куда закупается, откуда продается. Вот это как раз схема закупки. Мы ее привяжем к нашим складам. Только в данном случае на слайде у нас другие склады указаны. А в базе покажу непосредственно уже, где в обработке это будет. И перемещению, соответственно, тоже. Если, проще говоря, у нас способы обеспечения. Сейчас вот этот первый блок мы прошли. Сейчас будем задавать схему обеспечения. Идем в нашу базу 1С. Схема обеспечения у нас находится в том же самом справочнике. Настройки и справочники по складу. То есть это раздел склад и доставка. Настройки и справочники. И здесь уже будут схемы обеспечения. Здесь я создала схему закупки программного обеспечения. И КАС на центральный вот этот кодер-склад. Она у нас будет использоваться в нашем складе, получается, центральном. Чтобы выбрать наш склад, мы можем использовать вот эти переключатели по формату магазинов. В данном случае в демо-базе были заданы некоторые форматы в виде продуктового магазина и всех остальных, которые не были формата магазина. Мы этим переключателем здесь не будем пользоваться. Просто укажем по иерархии. То есть это указывается иерархия наших складов. То есть какие у нас в справочнике склады есть в принципе в торговой точке. И вот в папочке «Актовые склады» вот он наш кодер-склад. Здесь можно проставить способ обеспечения вручную. Через кнопку «Заполнить способ обеспечения». Устанавливаем, что для нашего склада, вот здесь галочку снимаем, потому что пока еще у нас наши способы нигде не используются. На этом складе вообще никаких в принципе не использовалось. Если бы она стояла, мы бы выбирали из тех, которые ранее были уже использованы, скорее всего, для удобства. Так как здесь у нас ничего не использовалось еще. И в данном случае мы указываем один из наших имеющихся способов. Так как это у нас закупка идет программного обеспечения икс на складку «Герлайн», то здесь нам подойдет два способа. Здесь у нас подойдет и закупка 1С, так как это программное обеспечение. Здесь у нас подойдет закупка у Атолла, то есть кассы. Мы можем проставить какой-то один из способов, чтобы нам немножко автоматизировать наш труд. Можем не задавать в данном случае в явном виде эту схему, потому что используются два варианта, два способа обеспечения. Я сейчас здесь не буду задавать именно для этого склада. Просто потом покажу, как это будет отражаться в настройках обработки по закрытию потребностей. Мы возьмем другую схему обеспечения. Рассмотрим это закупка токенов и ЦП. Опять же, сделаем переключатель по иерархии. Здесь нам понадобится уже папочка розничные склады. И вот здесь вот код «Офис». Я уже заполнилась, собственно, закупку у актива, так как именно в офис мы закупаем наши токены. Вот такой способ обеспечения. И третью схему рассмотрим. Это схема подвоза ПО. Подвоз, то есть именно перемещение идет. С центрального склада перемещение идет на офис. Находим наш офис. Вот он. И здесь в офисе у нас берется товар с помощью перемещения. На что стоит еще обратить внимание, да, вот здесь вот, ну, помимо кнопки «Очистить способ обеспечения», здесь еще сереньким, как видите, вот подсвечивается, что данная схема подвоза, она не назначена ни одному товару. Чтобы она у нас использовалась в документах, нужно назначать вот эту вот схему нашей номенклатуре, нашему товару. То есть мы, по сути, переходим к следующему шагу, да, после создания схемы обеспечения мы должны привязать ее к карточке номенклатуры. Когда наши способы обеспечения, схемы обеспечения будут заданы в карточках номенклатуры, мы уже можем использовать их в документах, в заказах, формирующих потребности. Ну, потому что у нас есть, грубо говоря, схема обеспечения закупки токенов, да, ну, откуда программа будет знать, что именно вот это вот в офисе, да, у нас закупка у актива будет происходить. Закупка чего у актива, опять же, откуда она поймет? Мы должны указать это в явном виде в карточке номенклатуры. Поэтому мы идем в раздел «Номенклатура» и должны задать наши способы обеспечения и схемы обеспечения в самой номенклатуре. Это можно делать, в принципе, групповым изменением, да, всех номенклатур. Можно делать в каждой карточке. Вот, покажу подробнее, да, то есть у нас вот здесь вот в реквизитах есть раздел «Обеспечение и производство», и вот здесь проставляется схема обеспечения, и вот здесь проставляется настройка способов обеспечения. Здесь открывается обработка. Именно что эта номенклатура у нас будет на определенных складах, да. Переключаемся на переключатель по иерархии. Выставляем в нашей кассе, что она у нас будет закупаться вот здесь. Заполняем способ обеспечения. Закупка 1С. То есть на центральном складе у нас берется через закупку 1С. Но эта же номенклатура у нас же не только закупается, она еще и перемещается. Поэтому мы указываем, что для нашего офиса эта номенклатура вот здесь будет использоваться перемещение. То есть в офисе она у нас появится путем перемещения. И таким же образом, ну, еще заполним схему обеспечения. Схема у нас закупки. Таким же образом проставим в остальных номенклатурах. Если это делать из каждой карточки номенклатуры, получается, мы работаем конкретно с каждым элементом справочника. У нас также есть и общая форма справочника. Сейчас покажу. Здесь доставлю уже. Где мы работаем уже не с отбором по конкретной номенклатуре, а именно в рамках склада. У нас вот здесь есть в разделе склада доставка настройка поддержания запасов. Запасы нам чуть попозже понадобятся. Нам нужно открыть непосредственно сам склад. Мы идем в раздел NCI администрирования, склады, магазины. И открываем наш склад. То есть если мы работаем именно конкретно с этим складом центральным, мы из него же переходим в настройку способов обеспечения потребностей. И здесь мы видим вот те три номенклатуры, которые уже заполняли. И здесь же мы можем задать вот эти все способы для всей номенклатуры по базе. Можно задать фильтры, отборы, соответственно. Если галка у нас стоит только обеспечиваемая номенклатура, то здесь уже то, что мы настроили, где заполнен способ обеспечения. Если мы снимаем галку, то, соответственно, способ очищается. И здесь уже мы не будем. Здесь увидим уже всю номенклатуру. Так, ну допустим, к примеру, заполним схему обеспечения для нашей бухгалтерии прав. Извиняюсь. Заполнить бухгалтерия прав закупка в 1С. Зарплат тоже. И управление торговлей. Мы сейчас это все делаем только именно для склада центральный. Если мы зайдем в другой склад, то есть именно в офис, и перейдем опять же в настройки способов обеспечения потребностей, то здесь у нас нет пока бухгалтерии зарплаты, потому что мы не задавали этот способ. Именно для офиса нам нужно будет его задать самостоятельно. Можно настроить список и сделать отбор. Допустим, номенклатура, вид номенклатуры. Выберем вид нашего программного обеспечения, которое мы создавали. И отберем всю номенклатуру, которая у нас была этого вида. И для нее зададим, например, кучную схему обеспечения. Эту схему обеспечения мы используем, опять же, на складе Кодер Офис. А в офисе оно у нас появляется путем перемещения с центрального склада. Поэтому выбираем «Заполнить способ обеспечения», указываем перемещение с Кодер склада. Таким образом у нас настройка способа обеспечения потребностей здесь сдалась. Если я сниму отбор по виду номенклатуры, вот у нас есть настройка для офиса для кассы, настройка для нашего программного обеспечения. Кому мы еще не задали по какой номенклатуре способы обеспечения? У нас еще остались токены. Точно так же можем перейти в наш склад. В данном случае нам понадобится только Кодер Офис, потому что токены мы закупаем только непосредственно в офис. Переходим в «Способы поддержания». И сделаем вот здесь отбор по виду, только не программное обеспечение, а токены. И снимем галочку, где уже все проставлено. В данном случае сдаем, что и в офисе для обоих позиций у нас будет схема «Закупка у актива» нам подойдет. Мы закупаем их у актива. Если мы откроем карточки номенклатуры и, допустим, тот же самый токен откроем, у нас реквизит обеспечения производства вот здесь вот проставился. Что нам остается задать? Нам остается задать схема обеспечения. Изменить выделенную схему обеспечения. И выбираем схему обеспечения. И нажимаем «Изменить». Для программного обеспечения, на всякий случай, все-таки проверю еще раз. Схему обеспечения всем задам. Мы уже задавали. Ну, чтобы не пропустить. Так, здесь у нас «Закупка». И в «Кассовое оборудование» аналогичным образом тоже изменяем выделенные. Схема обеспечения. Закупка. Готово. Таким образом, мы привязали, получается, созданные наши схемы обеспечения, наши способы обеспечения к карточке номенклатуры. То есть то, что мы делали вот здесь на третьем шаге. Далее нам остается, в принципе, уже формировать заказы, потребности, да, и делать заказы поставщиков, которые будут закрывать эти потребности. Перейдем к цепочке непосредственно документов и начнем, как я говорила, с заказа клиента. Это раздел «Продажи», «Заказы клиентов». Создадим новый заказ. У нас будет вот здесь клиент наш «Альфа». Соглашение здесь не проставилось автоматически, потому что в демо-базе их было много. Это был уже демонстрационный контрагент. Здесь я создала отдельное наше соглашение «Овтовые продажи». И его выбираем. В «Автовых продажах» я не указывала конкретно, на какой склад мы будем, поэтому в данном случае его нужно будет проставлять вручную. Ну и наш вид цен для продажи розничный офис, я также указала в этом соглашении, поэтому он у нас проставится на вкладке «Товары», когда будем проставлять товары. Предположим, наш клиент хочет забрать со склада «Кодер офис» из офиса некий товар. Заполним путем подбора. Кручить пошире. Допустим, он у нас хочет заказать бухгалтерию предприятия и хочет заказать кассовое оборудование. Допустим, кассу. Переносим в документ. Обращу внимание, что у нас вот здесь проставилась галочка «Обособлено». Вот эта галочка, она тянется из вида документа, который мы задавали в карточке номенклатуры. То есть, если мы откроем основные параметры учета, вид номенклатуры и значения по умолчанию, вот здесь у нас по умолчанию было «Обособленное обеспечение». Я сейчас эту галочку сниму, дабы нам в этом примере рассмотреть обычную закупку. На что стоит обратить внимание? Немножко поменяли интерфейс. В 11.4 раньше было все через кнопочку «Действие к обеспечению». Если мы нажимали вот сюда на «Обеспечение», у нас выходила обработка, которая дополнительным окошком показывала, сколько у нас товара доступно, сколько можно зарезервировать, сколько можно отгрузить и так далее. В данном случае вот выпадающий список в 11.5 и колоночку по доступности вынесли отдельно. То есть вот у нас доступно 0. Поэтому в данном случае мы не можем отгрузить, так как у нас нет доступного товара. Мы с ним что можем делать? Мы можем его не обеспечивать в данном заказе, можем оставить «Оставить к обеспечению», как по умолчанию проставилось, и резервировать по мере поступления. Мы оставим «К обеспечению». Заказ клиента у нас будет в статусе «К выполнению». Проверим вкладочку дополнительно у нас, что здесь опять же проставилась валюта нужная. По доставке ничего не заполняем, товары оставляем здесь. Обращаем внимание на кнопочку «Отгружать одной датой». Мы можем проставить здесь любую дату желаемую. Ну, допустим, клиент хочет в понедельник. И что у нас здесь не проставилось? У нас цена продажи. Да, мы не задавали в нашем прайс-листе никаких цен продажи. Давайте исправим эту оплошность, потому что мы цены поставщиков зарегистрировали, а цены продажи нет. Сделаем в разделе «CRM и маркетинг» «Цены – прайс-лист». Здесь нам нужно сделать отбор, так как нам не понадобится вся номенклатура. Можем прямо здесь указать в явном виде. В принципе, наверное, будет быстрее подбором просто указать наши номенклатуры. Можно было бы использовать отбор. Допустим, отобрать по конкретному виду номенклатуры. Здесь укажем колонки прайс-листа в наш розничный офис, который мы указали в соглашении на редактирование. Выберем «Сортировка», «Группировка» нам не понадобится, поэтому оставляем вот так, как есть и формируем нашу номенклатуру. Задаем цену продажи. Так, ну, допустим. Так, ну, допустим. Нажимаем «Применить». По аналогии, как и в «Ценных поставщиков», у нас создается в «Историю изменения цен» новый документ. «Вид цены розничный офис». Вот мы задали виды цен. Теперь нам нужно в нашем заказе клиента перевыбрать нашу цену, чтобы проставился эквивалент цены. Теперь мы можем проводить наш документ. И на что мы еще сможем обратить внимание? У нас на вкладке «Основное». Вот здесь вот есть гиперссылочка «Оплата» и проставились этапы оплаты из нашего соглашения. В нашем соглашении был указан график оплаты кредит в сроком 21 день и оплата независимо от отгрузки. Нам немножко удобнее в рамках этого примера использовать такой вариант оплаты, так как он не особо обязывает контролировать обеспечение и оплату клиентов, но мы можем здесь поменять. То есть сделать оплату до обеспечения, оплату до отгрузки, либо оплату после отгрузки. Если мы выбираем оплату до обеспечения, то программа нам не даст просто так проводить заказ клиента в статусе к выполнению, потому что не было оплаты от клиента. И в данном случае нужно будет провести сначала документ оплаты, а потом уже переводить статус к выполнению. В аналогичный статус оплата до отгрузки будет контролироваться дата отгрузки и в срок дней до ее использования. Мы вот этот момент оставляем. Дата платежа у нас рассчиталась на 16 января 2023 года. В принципе, дата платежа у нас там с запасом. Проводим наш документ. И проверим, что он у нас в статусе к выполнению. Когда мы сформировали документ заказ клиента, он у нас сформировал потребность. Так как в доступности у нас по нулям, ни того, ни другого у нас нет, нам нужно эту потребность каким-то образом закрывать. Мы знаем, что в офисе, на который был оформлен заказ, кассы и программное обеспечение появляется путем перемещения с центрального склада. Но если мы посмотрим нашу ведомость по складам, у нас же и на складе центральном этого товара нет, мы его только завели. Здесь у нас в принципе ничего нет. И нам получается, его нужно сначала закупить на центральный склад, а потом уже переместить в офис. Программа этот момент отслеживает. Мы знаем, что в нашем товаре, заданной в бухгалтерии и в кассе, заданы способы обеспечения. То есть, по идее, программа нам должна предложить задать способ обеспечения в зависимости от номенклатуры и от того склада, где эта номенклатура будет обеспечиваться. То есть, так как у нас бухгалтерия и касса должны быть в офисе через перемещение, именно на этом складе, то, соответственно, программа должна нам создать заказ на перемещение товара. Но этот заказ мы закрыть не сможем, потому что у нас нет товара на складе, откуда мы будем перемещать этот товар. И поэтому программа должна будет сделать еще один документ. Это заказ поставщику для закупки этого товара на центральный склад, а уже потом переместить его в офис. Вот такая получается схема закупки. Как бы не самое сложное, бывает на практике, конечно, еще сложнее, но, собственно, программа нам это автоматизирует, чтобы мы могли этот момент отследить. Потребность сформировалась, программа наша ее видит, и поэтому нам остается идти в раздел склад и доставка и формировать заказы по нашим потребностям. Вот здесь есть обработка специальная, формирование заказов по потребностям. Мы выбираем склад, с которым работаем в данном случае. Например, мы выберем наш офис, чтобы обеспечить потребности, сформировавшиеся на этом складе. Мы выбираем этот отбор и идем далее. На следующем шаге программа нас спрашивает, с каким способом обеспечения мы будем работать. Бывают ситуации, когда мы не готовы, допустим, закупать товар. И вот здесь, если бы были варианты закупки товара, а у нас денег нет, и нам надо переместить, то мы, соответственно, бы все варианты с закупкой, галочки бы сняли и работали бы только, допустим, с перемещением. В данном случае, как бы у нас пока заказ один, он сформирован на офис, и поэтому используется способ обеспечения перемещения. То есть будут формироваться у нас заказы на перемещение. И вот наши две позиции и бухгалтерия, и касса по заказу клиента номер один. Он предлагает заказать. Способ обеспечения, опять же, остается перемещение. Дату поставки он просчитал 26 декабря, но так как у нас был способ, количество дней, обеспечение один. То есть за минусом выходных 26 декабря мы как раз этот заказ и обеспечим. на данный момент обеспечена ноль. Переходим на следующий шаг. Нажимаем далее. И вот здесь у нас есть предварительная информация, что будет сформировано. То есть табличная часть, документ, склад центральный, будет использоваться перемещение. Сформируем наши заказы. В данном случае у нас сформировался один, и он же и сразу провелся. Провелся он потому, что мы максимально заполняли реквизиты в способах обеспечения и в соглашениях. То есть у нас все виды цен заполнены, у нас сделаны все установки цены поставщиков и цены продажи, и поэтому реквизитов, которые не были бы заполнены, вот ключевые в данном заказе на перемещение, не осталось. Если бы такие реквизиты не заполнены и были, то этот заказ не был бы проведен, он был бы просто записан. И тут уже пользователь сам проставляет недостающие реквизиты. Что у нас сформировалось? У нас заказ статусик к обеспечению. И опять же он предлагает обеспечить обособленно, потому что из настройки видно номенклатуры. Пока мы не будем обособленно заказывать этот товар, мы его оставим вот как есть. Проверим, что заказ на перемещение будет статусик выполнения и проводим наш документ. Вот у нас сформировался заказ, который теперь надо обеспечить. В разделе склад и доставка у нас есть состояние обеспечения заказов. Мы можем проверить по нашему складу, какие у нас заказы отработаны, какие нет. В данном случае вот он у нас один появился. Действия к обеспечению. И пока обеспеченного у нас нет, мы, соответственно, его отгрузить не можем. Далее. Что мы можем сделать? Мы можем подвести наш заказ, наши товары с центрального склада. Так как сформировалась потребность из заказа клиента на то, чтобы переместили товар, то вот этот заказ на перемещение, он уже формирует свою потребность. И в данном случае на складе центральный. После проведения этого заказа у нас сформировалась потребность на то, чтобы этот заказ, вот этот на перемещение заказ, да, именно обеспечить через склад центральный. Поэтому мы идем в формирование наших заказов по потребностям, но в данном случае будем работать уже с центральным складом. И смотрим, что нам покажет программа. Программа нам покажет, что сформировалась потребность «Закупить товар». И способ, который был проставлен в нашей номенклатуре, он выбирает вот здесь «Закупка О1С». Переходим к следующему шагу. Вот документ, который сформировал потребность. Это заказ на перемещение. Так как обеспечена у нас норм, предлагает к заказу полностью заказать по одной штуке, чтобы закрыть эту потребность через закупку О1С. Мы соглашаемся, идем дальше. И обратите внимание, цены здесь уже тоже подсвечиваются. Детализацию можно просмотреть. Так, и что у нас, почему здесь цена не проставилась? Сейчас попробуем сформировать, узнаем. Да, у нас не была исполнена цена и сумма в строке. Два списка товара. И вот он, наш заказ не провелся. У нас здесь не задана партнерская цена. А почему она у нас не задана? Потому что у нас здесь не задана номенклатура поставщика. Логично, что она у нас здесь не задана, потому что в данном случае у нас нет номенклатуры поставщика для кассы. Здесь у нас есть соглашение на поставщика 1С, а у 1С мы не закупаем кассы. Поэтому отсюда мы его удаляем. Вообще, по идее, наверное, это все-таки ошибка системы, потому что он должен был сформировать два заказа. Один поставщику 1С, а другой поставщику АТОЛ по кассам. Ладно, хорошо, пусть будет так. Здесь у нас цена проставилась. В данном случае этот заказ поставщику мы скопируем. Кстати говоря, возможно, еще ситуация. Мы вот на прошлом шаге, назад уже не вернемся, на одном из шагов вот этой обработки формирования мы указали один вид обеспечения закупка 1С. Надо было разделить ее по видам обеспечения. Где-то у нас, наверное, некорректно проставлено. Сейчас найдем. Так. Здесь выбираем поставщика АТОЛ. Номенклатура подтянулась, да, сразу в зависимости от поставщика. И вид цены мы тоже проставляем. подтвержден. Переходим этот заказ поставщику передаем в работу и отгрузку выставим, что у нас будет на 26 числа. Таким образом мы сформировали два документа. Так, этот поставщику заказ мы тоже переводим в статус подтвержден. вот у нас есть два заказа, которые нужно отработать. Я все лишнее закрою. Закупки и заказы поставщикам. Вот у нас два заказа. Они у нас готовы к поступлению, но так как там оплата будет после поступления, поэтому, в принципе, мы можем сделать на основании них уже документы закупки. Посмотрим еще раз нашу обработку состояния обеспечения заказов. Поменяем здесь склад. Здесь у нас висит неотработанное заказное перемещение, то есть в данном случае мы должны обеспечить вот этот вот заказ. Сейчас проверим, обеспечится он или нет. Вот она наша закупка. Мы на основании него вводим приобретение товаров и услуг. проверяем реквизиты. Этапы оплаты возьмутся из документа, ну, из соглашения о закупках в момент проведения. Здесь у нас все проставило, здесь все корректно. В принципе, нам остается только провести документ, зарегистрировать фактуру, произвольный номер и проверить, что у нас поменялось в нашей обработке по состоянию обеспечения заказов. У нас здесь поменялся статус, состояние обеспечено на складе, то есть дата поступления у нас сменилась на поступило в галтерию уже, мы можем перемещение сделать, но мы сейчас сделаем сразу и по второму заказу обеспечения, чтобы уже сразу закрыть наши потребности по заказу на перемещение. Тоже вводим на основании него приобретение касса, регистрируем счет фактуру. проводим наш документ и проверяем состояние обеспечения. Вот у нас оба товара поступило, то есть этот заказ на перемещение мы уже можем закрыть. И прямо из этой обработки мы в принципе его и закроем. Мы сейчас на основании него сделаем перемещение товаров, а для того, чтобы его сделать, нам нужно в строке действия, в колонке действия поменять наше обеспечение. Здесь уже обращаем внимание, что программа нам показывает уже доступное количество, которое мы можем отгрузить в колонке. И поэтому мы в данном случае отгружаем все. Проводим наш документ заказ и даем команду отгрузить, соответственно делаем перемещение товаров. Вот он нам добавил те товары, которые мы поставили статус отгрузить. Проводим документ перемещения в статусе отгружено. Ну и так как тут у нас есть использование статуса для перемещения товаров. Нам еще требуется для того, чтобы товар появился на складе офис, в статус принято его перевести, потому что когда он нагружен где-то в пути, а когда принят уже пришел в офис. Мы сформировали наше перемещение и проверяем, что у нас здесь. У нас заказ на перемещение ушел из работы, то есть мы его закрыли, он у нас здесь уже не требует никакой отработки. Поэтому незакрытых заказов у нас здесь состояние обеспечения по складу центральной нет. Что же у нас происходит на складе офис? А здесь заказ клиента так у нас и продолжает действовать. Но что поменялось это дата поступления, то есть мы этот товар уже переместили в офис и поэтому мы можем его уже отгрузить. На основании этого заказа клиента опять же меняем статус из доступных 1 отгружаем проводим наш заказ и на основании него делаем уже реализацию. наши товары проверяем проводим наш документ и оформляем счет фактуры. Реализацию мы провели перечитаем документ. У нас вот здесь вместо процесса отгрузки поменялся статус ожидается оплата. То есть в принципе по заказу клиентам товар отгрузили осталось только принять оплату. Можем сделать поступление безналичных денежных средств. Поставим сегодняшнее число какой-нибудь номер по банку и проведем на расшифровке платежа. Можно посмотреть статью движения денежных средств. Она у нас и сперется из-за наших реквизитов соглашения, из договоров. Проводим наш документ поступления безналичных денежных средств. И вот статус у нас сменился на готов к закрытию. То есть в принципе заказ клиента мы полностью обеспечили. Можем поставить статус закрыт и провести наш заказ. Таким образом у нас заказ клиента должен уйти уже из обработки по состоянию обеспечения заказов. Обновляем и он у нас ушел из работы. Мы его отработали. вот такая схема получилась по закрытию одного заказа. Возможно сейчас это сложно и у нас еще остался момент почему не сделалось два заказа а сделался один. Но опять же без ошибок мы не можем посмотреть как работает программа. В данном случае мы видим на что он обращает внимание. если сформировался заказ поставщику цены будут проставляться именно в зависимости от того какая номенклатура выбрана поставщика. Она тянется из реквизита на вкладке основная. В нем немножко презентации что мы отработали. Способы обеспечения мы задали схемы обеспечения мы создали проставили в карточках номенклатуры и сформировали заказ. Сначала заказ клиента сформировал потребности у нас в офисе заказ на перемещение сформировал у нас потребности на складе на склад мы товар закупили затем переместили его в офис и продали клиенту. Вот такая у нас получилась цепочка. И собственно скриншоты наша обработка формирования заказов по потребности. Что еще стоило бы рассмотреть в рамках вот этой обработки это поддержание запасов. То есть помимо того, что мы можем обеспечивать заказы клиентов или заказы на перемещение на сборку на внутреннее потребление мы можем еще поддерживать запасы на складе. У нас есть в разделе склад и доставка в самих складах лучше покажу. В самом складе если мы откроем наш допустим склад центральный есть настройка поддержания запасов. Мы можем перейти непосредственно из каждого склада в эту настройку и здесь задать ту номенклатуру которую мы будем поддерживать запас. Сейчас у нас здесь склад центральный здесь пока мы ничего не задавали по номенклатуре которую будем поддерживать определенное количество. Здесь у нас есть кнопки заполнить это уже когда будут строки заполнены группировка если нужно по папкам раскидать и добавить товары то есть что конкретно мы будем поддерживать. Сейчас мы воспользуемся подбором товаров мы будем на складе центральной поддерживать наши кассы потом мы будем поддерживать наше программное обеспечение на каком-то уровне ну а токены центральный склад мы заказывать не будем поэтому мы не будем поддерживать наличие их. Вот мы выбрали нашу номенклатуру здесь что мы можем сделать мы можем указать варианты поддержания запаса какие у нас есть варианты у нас есть минимум максимум в принципе распространенная схема опять же не особо требует какой-то анализ базы ей тоже можно пользоваться смысл в чем здесь игнорируется норма потребления в день то есть здесь программа не рассчитывает ничего здесь конкретно вручную указывается что при достижении минимального запаса ну допустим там не знаю три у нас будет минималка мы будем заказывать определенное количество поставщику чтобы поддерживать наши наши запасы предполагается что некоторые заказы могут списать наличие прям в ноль то есть допустим вот прям три не знаю пусть будет 10 штук мы будем заказывать в том случае если у нас списалась под ноль и вот на что стоит обращать внимание это потребности заказов к отгрузке то есть здесь есть переключатель обеспечивать за счет запасов и обеспечивать независимо от поддержания запасов смысл в чем в нашей обработке формирования заказов по потребностям идет сначала шаг вот когда мы задаем настройки поддержания запасов мы сначала должны обеспечить запас на складе а потом уже следом идет шаг по закрытию заказов клиентов поставщиков не поставщиков клиентов на приобретение на сборку на внутреннее потребление на перемещение то есть других заказах и получается что у программы есть выбор либо мы обеспечиваем сначала запас на склад а потом из него уже обеспечиваем вот эти заказы либо мы на склад отдельно закупаем товар а для заказов клиентов мы уже отдельно закажем еще товар то есть это более такой затратный способ но он тоже имеет место быть чтобы контролировать количество товара на складе допустим мы его оставим обеспечивать независимо от поддержания запасов 3 10 ну это я проставила опять же для одной строчки да чтобы нам это не делать каждой номенклатуре мы вот сейчас вот так прямо заполним минимальный запас 3 максимальный запас 10 так и заполним обеспечение заказов обеспечивать независимо от поддержания запасов вот таким образом мы проставили все вот эти колонки да чтобы у нас нигде ничего не осталось незаполненным на складе кодер склад центральный мы поддержание запасов обеспечили теперь выберем наш второй склад кодер офис и здесь точно так же подберем товар который будем обеспечивать ну вот в данном случае флешки да токены тоже зададим минимальный запас ну пусть будет так же допустим 3 максимальный запас пусть будет там 10 вот и заполним обеспечение заказов ну вот здесь обеспечивать допустим за счет запасов что была разница не рассказала еще подробнее про все остальные виды минмакс мы рассмотрели расчет по норме если мы переключаем переключатель расчет по норме у нас здесь будет проставляться норма потребления в день здесь норму задают вручную то есть пользователь приблизительно знает сколько в день стабильно да нужно поддерживать товар сколько тратится этого товара то есть уходит со склада в данном случае офиса да допустим мы там 5 флешек в день ну точно продаем поэтому здесь вот норму поставим вот и страховой запас будет рассчитываться исходя из вот этой нормы которую мы зададим то есть он будет в страховой запас умножать количество дней которые мы должны обеспечить на вот эту норму если мы переключаем расчет по статистике тогда вот этот страховой запас количество штук он уже будет задаваться исходя не будет учитывать норму то есть здесь уже норма у нас как бы от пользователя от ручной корректировки прячется да и здесь уже расчет идет по статистике то есть программа уже сама рассчитывает сколько там будет среднедневное потребление в зависимости от того сколько времени там уже учет ведется в этой базе вот сколько данных было введено и так далее ну для статистики у нас в базе демонстрационной маловато конечно сейчас данных мы вот только-только их заводить начали поэтому здесь не покажу вот расчет минмакс покажу здесь мы задали 3.10 настройку поддержания запасов в офисе и на складе мы задали таким образом теперь нам нужно сформировать еще пару заказов я думаю в этот раз мы не будем делать вот эту сложную схему с закупкой на склад потом перемещением в офис и так далее мы просто сделаем заказ клиента прям непосредственно на склад и непосредственно в офисе выберем нашего клиента заполним наши товары так я что-то не глянула какой мы склад задали а мы квадрофи задали хорошо тогда мы значит заполним товары токены перенести допустим он хочет заказать 10 доступно у нас ноль пока мы еще не закупали вот и хочет их допустим вот так 28 декабря так все остальное мы заполнили этапы оплаты у нас проставится опять же кредит заказ клиента мы сформировали то есть потребность у нас вот она сформировалась сделаем второй заказ даже скопируем только в этот раз мы будем не на офис а на наш центральный склад делать заказ допустим кто-то решил все-таки забрать прямо с центрального склада а не с офиса вот только товары здесь укажем те которые мы указывали в обеспечении подберем ну пусть аж кассы ну вряд ли кто-то конечно по 5 штук заказывает ладно пусть будет по одной опять же доступно у нас по нулям вид цены у нас проставился вот цена у нас проставилась поэтому вот этот заказ по выполнению мы создаем отгружать будем ну допустим 27 таким образом у нас сформировалось две потребности по идее если мы пойдем в состояние обеспечения заказов то вот он заказ один на складе кодрофис и вот он второй заказ на складе центральный у нас сформировался состояние обеспечить кстати говоря можно было бы обеспечить обособленным давайте скорректируем наш заказ так не этот у нас вот здесь вот галочки обособлено да я снимать не буду потому что рассмотрим как раз вариант обособленного обеспечения то есть именно когда касса заказывает прям вот чтобы не для общего остатка а именно вот прям в резерве чтобы они были никто их чтобы не забрал обособленное обеспечение оно подразумевает то что когда этот товар приходит на склад он тут же ну скрывается из списка доступности потому что он уже зарезервирован именно под этот заказ именно под это назначение поэтому у нас назначение будет заказ клиента и когда мы будем в обработке формирования потребностей заказ по потребностям у нас будет это назначение проставлено. Мы уже не сможем как бы отгрузить этот товар кому-то другому, да, в случае, если не сделаем только корректировку назначения этого документа. Он в общий остаток не уйдет, он будет именно вот под конкретный заказ клиента. Галочки убедились, да, что у нас тут есть. Давай не закреплять. Я извиняюсь. За каламбур с окнами. Дернешь так иногда в странице, и вот тебе. Вернулись назад. Хорошо. Два заказа мы сформировали. Теперь нам нужно их обеспечить. Один заказ у нас был сформирован на складе, один на центральном, один был сформирован в офисе. Но один заказ мы обеспечиваем из, ну, несмотря на текущие остатки, да, для поддержания запаса. То есть мы должны и остатки заказать, и для этого заказа. А с офиса мы указали, что будет обеспечиваться за счет запасов. Ну, сейчас посмотрим, обеспечим за счет запасов их или нет. Идем в раздел склады доставка и формируем заказ по потребностям. Сначала сформируем для центрального нашего склада. У нас там есть закупка у 1С. Так, и что он нам предлагает? Он нам предлагает, значит, закупить по 10 штук в данном случае, да, для поддержания запасов. Вот момент, кстати говоря. Мы же хотели проверить номенклатуру, да? У нас, видите, автоматически проставила закупка у 1С на кассу. Как бы закупка-то не у 1С происходит в этих номенклатурах. Поэтому мы сейчас это исправим. Это нам нужно перейти в сам склад. Нам же нужно будет два заказа отдельных. Переходим в настройки способов обеспечения потребностей. Так, и для вот этих вот трех товарищей задаем способ обеспечения не закупка у 1С, а закупка у Атолла. А программное обеспечение у нас пусть будет у 1С. Вот так. Тогда формирование нашей обработки мы пока отложим. Сейчас перейдем в нее заново. Опять же, выбираем скодер склад центральный и проверяем. Здесь у нас вот она появилась закупка у Атолла. То есть мы закрываем в данном случае две потребности. Так, и проверяем. Вот он нам проставил закупку программного обеспечения, закупку Атолла для КАС. Что он нам предлагает? Он нам предлагает заказать 10 штук. Минимальный запас у нас был задан 3, а 10 штук, потому что максимальный запас задан 10. Он предлагает заказать 10, потому что к поступлению у нас ничего не планируется, а остаток на текущий момент у нас по нулям. Если бы у нас были какие-то заказы к поступлению, планировались бы, тогда он бы еще и их учитывал. Но в данный момент у нас остаток по нулям, поэтому он предлагает для поддержания запасов, вот шаг 3 из 6, поддержания запасов, именно заказать 10 штук. Идем далее. Вот он наш заказ клиента номер 3, и вот они наши 2 кассы. Их он хочет заказать именно уже на шаге 4 для обеспечения заказов к обрузке. И мы вроде бы на прошлом шаге уже 10 заказали, но он предлагает еще заказать 1 именно для обеспечения заказов. Потому что мы указали в настройке, что мы поддерживаем обеспечение заказов независимо от поддержания запасов, которые у нас уже будут заказаны через эту обработку. Идем дальше. Вот смотрим, что у нас формируется. Вот у нас аналитика 1С, аналитика АТОЛ, и в данном случае он будет нам делать 2 заказа. сформируем наши заказы. Вот он сформировал один заказ поставщику 1С и один заказ поставщику АТОЛ. Здесь уже у него вопросов не возникало, потому что мы корректно заполнили наши реквизиты. И здесь, если обратите внимание, в заказе во втором проставилось назначение. То есть для заказа клиента мы прям обособленно заказывали товар на склад. И вот он как раз к назначению прикрепляется. А вот эти три позиции по 10 штук, которые мы в целом на склад заказали, они висят без назначения. То есть они просто пришли в общий остаток. И они будут доступны к заказу. Если мы сейчас сформируем ведомость, у нас, конечно, ничего не покажет, потому что это только заказ поставщику. Здесь по нему еще поступления не было. Но если мы сейчас сделаем по нему поступление, а мы по нему сделаем поступление, нам нужно к выполнению ее сначала перевести этот заказ вместо согласованного, а потом уже делать приобретение. Если мы сделаем приобретение, у нас получается сколько должно быть? должно быть по 11 штук вот этих двух позиций и 10 штук вот этой позиции. Сейчас проверим. Приобретение мы сделали. Зарегистрируем еще эту фактуру. Вот у нас пришел товар на склад. Пришел на склад центральный. Проверим. По нашим склады доставка, отчеты по складу по нашему ведомости и сформируем на складе. Центральный. Вот у нас пришло. Ну вот это был прошлый заказ клиента, который мы уже закрыли. И вот те три позиции по заказу, которые как раз поступили. Их пришло вот 11 штук. здесь мы видим в целом остаток ведомости по товарам на складах, но в складе достатка отчеты по складу есть еще остатки и доступность товаров. То есть все ли из этих 11 штук товаров будут доступны нам к продаже. И вот и смотрим. В 11.4 версии здесь выводилась вся информация. В 11.5 добавили еще вот такую галочку «Показать обособленные товары». Если мы ее включим, у нас здесь появятся наши товары с назначением. То есть они у нас как бы по умолчанию не включены. Они убраны из общего остатка. И у нас в доступном остатке по 10 штук. Если мы покажем наши заказы, то вот они как раз зарезервированные, которые ушли из доступности. И мы уже можем их только отгрузить под конкретный данный заказ. А вот из этих 10 свободных мы можем отгрузить свободного остатка для всех остальных, кому не заказывали обособлено. Вот такая получается схема закупки для обособленного обеспечения. У нас статус заказ поставщику подтвержден. Мы по нему сделали поступление. Осталось его оплатить. Давайте сделаем допустим списание наших безналичных денежных средств поставщику, чтобы оплатить его товар. и проведем наш документ и закроем наш заказ. Можно прямо вот так закрыть. Он готов к закрытию. Можно было по кнопочке закрыть заказ, поменять статус и тогда уже провести документ. Разницы особо нет. В общем-то мы наш заказ поставщику сейчас обособлено с назначением обеспечили. Что у нас со вторым заказом? Он же у нас так и висит. Второй заказ, который у нас был формирован здесь программное обеспечение, он тоже на склад центральный, но с другим поставщиком. И в данном случае мы его не заполняли на значение, он у нас был не обособлен, но в принципе в общий остаток пойдет. Переводим в статус подтвержден заказ поставщику. проверим на всякий случай наше состояние обеспечения заказов на складе центральный, вот он пока еще у нас висит. Так, это у нас касса. Так, делаем на основании него приобретение. проводим наш документ, регистрируем счет фактур. Так, приобретение мы провели, возвращаемся к нашему заказу. Можно его сразу перечитать, ожидается оплата, у нас статус сменился. и проверяем, что у нас в обеспечении. Так, склад и доставка, состояние обеспечения, квадросклад. А у нас почему-то не ушел заказ клиента с обособленным обеспечением. Давайте проверим, потому что у нас здесь статус висит, что мы еще его не отгрузили. То есть мы у поставщика его заказали, а клиенту еще не отгрузили. Хорошо. Значит, клиенту мы его все-таки отгрузим, так как он у нас в доступности появился, чтобы уже закрыть в процессе отгрузки. И здесь по нему мы введем поступление денежек, чтобы закрыть наш заказ. он нам еще не хочет его закрывать. Он нам говорит, что в процессе отгрузки, потому что мы поставили статус ему отгрузить, но сам документ реализации мы еще не делали. Поэтому по нему мы сделаем документ реализации. Кстати говоря, момент по заказу клиента. Мы можем посмотреть его состояние обеспечения в процессе отгрузки, как раз щелкнув по этому статусу. Почему он нам не дал закрыть первый раз? Потому что нам осталось оформить красненьким подсвечивается. Именно оформление документов у нас состоялось. Поэтому программа нам дает понять, что нужно сделать реализацию. Поэтому делаем реализацию. Проводим наш документ и оформляем щит-фактуру. еще раз возвращаемся в наш заказ клиента. Проверяем статус. Вот у нас красные эти единички ушли. То есть мы здесь уже в план факт совпадает, просрочек у нас нет. В данном случае у нас заказ будет готов к закрытию. закрываем наш заказ и вот отсюда он у нас должен уйти. То есть на складе кодерлайн центральной неотработанных заказов у нас не осталось. Так, что касается заказа поставщику, мы сделали по нему приобретение. Он у нас поступил. и это мы закупили 10 штук наших программ по 10 штук в общий остаток. Осталось проверить, раз мы его закупили по отчетам. Склады доставка, отчеты по складу, ведомость. На центральном складе формируем нашу ведомость. Вот у нас появились наши доступные остатки. Вот конечный остаток текущий по 10 штук мы видим. Если мы посмотрим отчет который по остаткам и доступности товаров, то все 10 штук у нас должны быть в доступности. И да, они в доступности, потому что мы не делали обособленную отгрузку. Они в свободном остатке. так, здесь у нас что еще осталось? Давайте перечитаем. У нас ожидается оплата. Так, план, факт, поступление и нам нужно оплатить. было приобретение, но не было оплаты. Поэтому нам нужно сделать списание. Но мы пока не будем делать. Мы сейчас посмотрим по нашему реестру платежа, когда мы должны сделать ему оплату, потому что мы еще не закрыли заказ поставщику, и он у нас должен видеться в отчетах. У нас есть в разделе казначейства отчеты по казначейству реестр платежей. Он нам нужно показать по нашей организации, какие платежи мы должны произвести нашим поставщикам. Вот. И вот наши заказы 2, 4, 3. Вот по ним собственно на дату 23 декабря должна быть произведена оплата. Вот в таком количестве. То есть здесь мы можем опять же они на одну дату. Здесь будут колонки на период, который мы сформируем. Допустим. Давайте посмотрим наши этапы оплаты. у нас вот в этом заказе 23 декабря этапы оплаты в этом заказе. Тоже 23 декабря мы нигде не меняли. У нас везде одна и та же дата отгрузки. Если мы допустим поменяем вот так в этом заказе поменяем допустим нерассчитанную дату возьмем вот так сделаем и переформируем наш реестр платежей он должен показать различные даты. удивительная вещь но он их не показывает я что не сохранила что ли или мы уже оплатили мы его оплатили нет не оплатили а он не дает его смотри он не сохранил сохранил странно почему-то он не выводит у нас так дата платежа в колонке у нас должны выводиться в колонке у меня данном не хочет его менять сейчас ладно я чуть позже разберусь с этим вопросом почему он не выводит колонки вот здесь вот именно в реестре платежей выводится обычно по дням ржам пока не сохраняем по идее как бы он должен брать именно вот отсюда из вот этих дат планированных по оплатам на чем мы остановились мы проверили состояние обеспечения заказов на складе центральный и теперь нам осталось проверить не выполнены ли есть ли у нас заказы на офисе у нас есть заказ клиента на офис вот в данном случае пока висит еще статус обеспечить мы по нему сделали заказ поставщику да но не делали а делали мы заказ поставщику мы же не делали нам нужно теперь сформировать вторым этапом потому что мы проработали тогда кодер склад сейчас мы должны проработать обработкой нашей офис мы идем в раздел формирование заказов по потребностям продолжаем с другими отборами и выбираем наш другой склад теперь уже выбираем офис офис мы еще не отрабатывали нашу закупку и даже не делали заказ поставщиком вот здесь у нас программа видит что нужна закупка актива так как есть один заказ необеспеченный вот и смотрим что нам она тут предлагает здесь уже эта обработка она предлагает к заказу 10 штук так как мы сначала обеспечиваем поддержание запасов у нас заказов к поступлению не планируется остаток ноль поэтому минимальный запас у нас уже предел прошел поэтому мы заказываем 10 штук из колонки максимальный запас смотрим дальше у нас есть заказ клиента и ему требуется 10 штук но так как мы на прошлом шаге уже 10 штук заказали то он их вот здесь галочки не проставляет к заказу потому что мы вот эти заказы клиента обеспечим за счет запасов потому что мы так указывали настройки поддержания запасов что именно рутокены мы будем обеспечивать за счет имеющихся на складе а имеющиеся на складе у нас вот только что с предыдущего шага 10 штук мы закажем поэтому здесь галочки мы к заказу не ставим программа посчитала что как бы все 10 штук мы с запаса по сути и заберем и идем дальше вот он наш актив которого мы собираемся закупать через способ обеспечения закупку актива формируем наш заказ он у нас заполненный и проведен переходим его в статус подтвержден и вот он наш заказ поставщику сформирован здесь у нас не используется назначение мы его тоже заказываем в общий остаток отгрузка у нас будет одной датой к оплате сразу давайте заполним пробуем перенести вот так документ так и подтвержден в доступности у нас нету этого товара поэтому мы его закажем сделаем приобретение товаров и услуг так проводим наш документ приобретения и теперь надо проверить появился ли он у нас на складе отчеты по складу остатки и доступность товара выбираем наш офис вот он у нас появился и в свободном остатке в доступности но это мы только заказ закупили но он же у нас был закуплен под определенный заказ клиента а значит заказ клиента сформировал у нас потребность на складе офис вот он наш заказ вот они наши root токены они пока еще у нас заказ клиента не обеспечен поэтому мы так как получили этот товар можем можем теперь его отгрузить проверяем в доступности этот товар появился поэтому вот оно на 10 штук наши есть мы можем их отгрузить поэтому в заказе клиента мы ему ставим действие отгрузить обособленно не проставляем это из общего остатка у нас берется и проводим наш заказ к выполнению делаем реализацию можно проверить в остатках их доступности должно поменяться все наши 10 штук на данный момент отгружаются и те и те и если мы проведем нашу реализацию оформим счет фактуру то наши остатки и доступность должны поменяться все в доступности у нас товаров не осталось мы его продали реализацию мы провели по нему мы можем сделать что у нас оплата уже была нет оплаты у нас еще не было поэтому по нему мы сделаем поступление безналичных денежных средств и проводим закрываем и закрываем наш заказ закрыт и раз мы заказ клиента обеспечили отработали он уже у нас закрыт здесь осталось только перечитать информацию закрыт заказ поэтому он у нас должен уйти из вот этой обработки по состоянию обеспечения заказов мы его отработали вот таким образом неотработанных заказов у нас нет мы закрыли потребности обошлись в этот раз без перемещения и рассмотрели вариант обособленного обеспечения то есть когда именно под конкретный заказ из общего остатка он изымается по отчетам по складу посмотрели и формирование заказов по потребностям в зависимости от того берем ли мы из запаса этот товар или мы под заказ отдельно его закупаем тоже рассмотрели что касательно в принципе сегодняшних вопросов кроме глюка с реестром платежей кстати говоря насчет глюка можем проверить сейчас наш реестр платежей он же должен у нас по идее сформировать ну хоть что-то нет он нам прямо показывает день 23 ну хорошо я выясню этот момент как я отпишусь потом уже в результате вебинара какие есть вопросы давайте сейчас пройдемся по вопросам в чате так для программного обеспечения касс у вас одна схема обеспечения покупка там один поставщик 1с которого касс не покупает значит номенклатура поставщика для касс не подставляется да мы как раз нашли этот момент поэтому упустила комментарий то есть вы заметили насколько важно даже корректное заполнение способа обеспечения потому что мы проставили в касс способ обеспечения закупка это и программа нам, соответственно, ничего автоматически не заполняла. Она не находила у этого поставщика такую номенклатуру в принципе. И поэтому не проводила заказ поставщику. Если у нас все заполнено корректно, то в принципе нам, по сути, заполнять-то нечего. У нас все заказы поставщикам уже формировали статуси проведенным. Оставалось там только просмотреть, максимум написать какой-нибудь комментарий и далее отрабатывать уже заказ в нужном статусе переводить. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте. Тема получилась такая весьма объемная. Я надеюсь, все было понятно. Мы максимально подробно рассмотрели просто и в рамках документов, и со всеми разными способами. и обеспечения через покупку, через перемещение. Ну, только что сборку не рассматривали, и внутреннее потребление там. Принцип такой же, только формируются заказы, соответственно, на сборку и заказы на внутреннее потребление. Просто если бы мы их рассматривали, у нас вебинар затянулся бы. Ну, судя по всему, у матросов нет вопросов. Тогда давайте завершать наш вебинар. Если что, вы можете написать мне на электронную почту вопросы или какие-то интересующие вас темы. С вами обязательно свяжется менеджер. Можно написать на общую почту 1ссобакокадрлайн.com, либо на мою личную почту. В принципе, мы вас перенаправим к нужному сотруднику, кто может проконсультировать именно уже по вашей конкретной ситуации, по вашему складу и по вашей схеме обеспечения. Сейчас на слайде видите электронную почту. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok